Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Санарипалепе. Здесь мы рассказываем о сложных процессах цифровизации простым и понятным для вас языком. И тема нашего сегодняшнего выпуска – штрафы за нарушение правил дорожного движения и все, что с ними связано. В студии наш гость, заместитель начальника управления Дорожно-патрульной службы Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Нурмамбетов Ахмед Юсубджанович. Здравствуйте! Здравствуйте! Но перед началом нашей беседы предлагаем вам, дорогие зрители, ознакомиться со следующим видео-роликом. Думаем, что он окажется для вас полезным, ведь в нем заключены основные тезисы касательно выписки штрафов и способов их оплаты. Toyota RAV4, серебристого цвета, право принять, остановиться. Экипаж патрульной машины зафиксировал нарушение ПДД впереди идущей машиной. На ней нет номерных знаков, что является причиной для составления протокола нарушений. Важно отметить, патрульные составляют бумажный протокол и на месте вручают его провинившемуся водителю. Будет выписан ему штраф первой категории. Это 10 расчетных показателей, 1000 сомов. Данный протокол мы сейчас поедем и зарегистрируем в нашем журнале. Раньше права у человека изымали, сейчас права ни у кого не изымаются. Выписывается протокол, отдается ему копия протокола. И в копии протокола, и в оригинале, и в копии указаны номера под штрих-кодом. Они находятся в правом верхнем углу, которые вводятся либо в терминал, либо через банковскую карту можно оплатить. Ну, любым удобным и доступным способом. Существует и электронный вид протокола. Он выписывается проектом «Безопасный город». При этом зафиксированное нарушение сперва проходит через центр мониторинга ГОБДД. Задача оператора центра – определить точный факт нарушения. Если он подтвердится, электронный протокол распечатывается и по почте передается автовладельцу. Оплатить оба вида нарушения можно одинаково легко. В сведениях о нарушениях имеется информация, где можно оплатить, в каких системах. Значит, это в кассах, оптимал банкерискайл, банкериспочтенств, а также платежных терминалов, электронных кошельках, интернет-банкингах, мобильных банкингах. И для учреждений госорганов есть социальное казначейство для перевода. Так как в сведении нарушениях в левой части имеется код оплаты, с момента получения можно ввести и будет показана сумма к оплате. Для оплаты штрафа и в первом, и во втором случае дается один месяц. При этом оплатив штраф в течение первых 15 дней, можно получить скидку в 50%. Если же наоборот опоздать с оплатой, по истечению месяца будет начисляться пеня. Если патрульные обнаружат, что за машиной числится просроченный штраф, ее могут и вовсе водворить на штрафстоянку. Практически на ходу мы можем проверять автомобили. Если у этого автомобиля зарегистрированные штрафы были просрочены, то согласно статье 31.1.2.8 мы имеем право отстранить водителя от управления данным автомобилем и поставить автомобиль на штрафную стоянку, пока владелец не оплатит все штрафы, которые были. Не платить штраф себе дороже. Значит, нужно учиться делать это легко и быстро. Конечно, без очередей в кассах и трата времени. Идеальный вариант – оплата через мобильные приложения. Одним из наиболее удобных способов оплаты штрафов является мобильное приложение РСК-24, в котором можно пару кликов в любое удобное время в онлайн-режиме оплатить штрафы с минимальной комиссией в размере 1 сом вне зависимости от суммы штрафа. Для того, чтобы оплатить штрафы по ВДД в нашем приложении РСК-24, необходимо зайти в «Платежи и переводы». Далее выбрать «Платежи в государственный бюджет». Далее необходимо нажать на иконку «Штрафы». В реквизитах вбить номер штрафа. И в этом случае автоматически подтягивается сумма штрафа, после чего вы можете отправить чек на свой электронный адрес, распечатать его, что и является подтверждением оплаты штрафа. Кроме того, оплатить штрафы вы можете в нашей банкоматной сети, а также терминальной сети, которая составляет более 300 устройств, а также можно будет оплатить во всех отделениях РСК-банка, которые по республике составляют более 100 отделений. Ахмед Юсубдянович, расскажите нам, пожалуйста, в чем разница между бумажными протоколами, которые выписывают на месте сотрудники ГОБДД, и электронными, которые выписываются посредством системы «Безопасный город»? И почему сейчас права у нарушителей не изымаются? В общем, хотел бы остановиться, что протоколы составляются только вручную. Камерами аппаратно-программных комплексов проекта «Безопасный город» устанавливаются нарушения, фиксируются, и по этим нарушениям выносятся только постановления. Постановления выносятся сотрудниками ГОБДД, точнее, центра мониторинга, который функционирует в рамках проекта «Безопасный город». Но я хотел вначале пояснить о том, что протоколы по нарушениям правил дорожного движения, выявлены камерами, зафиксированы камерами по проекту «Безопасный город», не составляются. Составляются протоколы только лишь в случае, когда водитель нарушил, и сотрудник, инспектор установил это нарушение, и составляется протокол. При этом водительское удостоверение не изымается. Это уже норма была введена с 1 января 2019 года в связи с введением в действие нового кодекса о нарушениях Кыргызской республики. Вообще, этот кодекс или вообще новое законодательство было принято в рамках более гуманизации законодательства, в рамках судебно-правовой реформы в нашем государстве. То есть мы должны больше делать ставку как бы на сознание граждан, а не так, наименьшим образом, чтобы милиция была карательной мерой, чтобы наименьшим образом уже уменьшили. Когда безопасный город только внедрялся, и после того, как он уже внедрился, много вопросов было касательно прозрачности работы центра мониторинга. Поэтому расскажите, как проходит выписка штрафов в электронном формате и разделение обязанностей между вами, ГОБДД, и госпредприятием Инфоком. Кто чем занимается, насколько это прозрачно? В предприятии Инфоком, которые фиксируют нарушения, они направляют нам на рассмотрение, в центре мониторинга. В центре мониторинга оператор рассматривает данный вид нарушения, и если в действии водителя усматривается нарушение правил дорожного движения, то материалы передаются для подписи кадровому офицеру, аттестованному офицеру, который имеет право электронной подписи и еще раз проверяет нарушение правил дорожного движения и подписывает данный протокол. После чего данное постановление конвертируется и направляется в ГПКРС Почта.Сы для направления по адресату нарушителя. А вот также водители отмечали, что в некоторых ситуациях дорожная обстановка, дорожная разметка, знаки просто предполагают, что водитель уже вынужден нарушить, когда проезжает кортеж, когда работает регулировщик, скорая проезжает. Есть ли у водителя способ как-то обжаловать данное решение? Данные постановления уже, как я ранее сказал, рассматриваются оператором. Оператор, когда видит, что водитель едет на красный свет, но когда уже он выполняет требования регулировщика, он в отношении водителя не выносит постановление. И если есть, допустим, ситуации, когда водитель вынужден проехать через сплошную линию, то есть там образовался какой-то затор или какие-то обстоятельства, так же в отношении водителя постановление о нарушении ПДД не выносится. Ну все же это человеческий фактор. Может даже после этого нужно создать или есть уже какой-то орган, комиссия, которая рассматривала бы индивидуальные жалобы водителей? В центре мониторинга есть комиссия по рассмотрению жалоб граждан, участникам дорожного движения, которые не согласны с нарушением, который был зафиксирован камерами аппаратно-программных комплексов. И в случае, если водитель предъявил свое оправдание, причину его нарушения, то будет рассмотрено и отклонено. Нарушение будет отклонено. Вернемся опять к штрафам. В течение какого времени водитель должен оплатить? И что будет, если попадется какой-то злостный неплательщик, который будет игнорировать просто это нарушение? На сегодняшний день водителям дано 30 дней для оплаты штрафов. Это согласно Кодекса о нарушениях. Если он своевременно не оплатил, то есть 30 дней истекли, то за каждый день начисляется пение в размере 1% в день. То есть через 100 дней его штраф увеличится на 100%. Здесь необходимо отметить, что если нарушитель после получения постановления оплатит штраф в течение 15 дней, то ему дано право оплатить 50%. Если мы уже начали говорить о скидках для нарушителей, недавно также снизились отдельные штрафы. На какие виды нарушений произошла эта скидка? И не пойдет ли это на пользу правонарушителям? Ну, вообще снижение сумм штрафов, это было... Причиной были очень большие обращения были в адрес правительства, в адрес Министерства внутренних дел, что штрафы очень большие для нашего населения, как бы затруднения доставляют оплату этих штрафов. И по поручению правительства Кыргызской республики Министерство внутренних дел создали рабочую группу, куда вошли активные граждане нашего общества. Были участники элит-Куи-Гуи, общественной организации также. Вот мы размещали этот проект на сайте правительства, где получили некоторые предложения по снижению некоторых категорий сумм штрафов. Это основная причина, это было обращение граждан. На сегодняшний день мы по восьми категориям снизили штрафы. Я перечислю некоторые из них. Это нарушение правил остановки стоянки, это пересечение стоп-линий, когда горит красный свет светофора, это нарушение правил требований дорожных знаков, дорожной разметки, нарушение правил пользования осветительными приборами, нарушение правил интервала дистанции, правил передвижения по автомагистралям. Вот примерно вот этот перечень. Но нужно признать, что внедрение цифровых технологий в безопасности дорожного движения, это, конечно, хорошо, и проект «Безопасный город» является большим достижением. Но вместе с тем, какие есть цифровые продукты для того, чтобы платить эти штрафы было так же удобно? Ну, на сегодняшний день практически создаются все условия. Оплату штрафов можно производить в любом банковском учреждении, через любой платежный терминал, через электронный кошелек можно оплачивать. Вот, допустим, сейчас создана система «Корчек», где любой автолюбитель может посмотреть, нет ли на него нарушений. Почему это имеет положительную тенденцию, этот «Корчек»? Потому что если ты нарушил, может быть, ты еще не получил постановление о нарушении, но ты информирован. Как бы больше повторять не будешь это нарушение, как часто бывает, если нарушитель как бы не знает, что ранее он за это нарушение должен нести ответственность какую-то. Ну и обратимся, наверное, к статистике. Как охотно граждане оплачивают свои штрафы, и сколько существует таких злостных неплательщиков? Ну, на сегодняшний день уже вынесено постановление о нарушениях. За нарушение правил зафиксирован камерами проекта «Безопасный город» более миллиона нарушений уже зафиксировано, оплачено более 670 миллионов сомов. Уже оплачено, это поступили в бюджет. Процент примерно составляет более 50% оплачены штрафы. Ну, я думаю, некоторая активность наблюдается в связи с тем, что штрафы снижены, как мы ранее сейчас рассказали. Ну, знаете, сейчас, допустим, штрафы, которые были в свое время неуплочены, которые были составлены с 1 января 2019 года в размере 3000 сомов, на сегодняшний день снижены на 1000 сомов. То есть и пение, и штраф, будем говорить, существенно снижены. То есть нарушитель может легко заплатить, я думаю, эту сумму. А вот была информация, что злостные неплательщики штрафов, которые превысили 30-дневный срок, их автомашины при их обнаружении будут эвакуироваться. Как вы это прокомментируете? 4 марта вступило в силу изменения в кодекс. Туда внесены были изменения о принятии мер в отношении нарушителей, злостных неплательщиков штрафов, да, будем так говорить. То есть в настоящий момент в городе Бишкек и на территории Чуйской области сотрудники ГОБДД несут службу с планшетами, которые могут на месте, в онлайн-режиме, видеть, какую сумму штрафов данный нарушитель, то есть владелец данной автомашины, не уплатил своевременно. И одной из мер, автомашина ставится на платную стоянку и не будет выпущена до тех пор, пока штрафы все не будут оплачены. А вот ГОБДД, намеревается ли как-то расширять возможности электронных платежей штрафов? В частности, мы знаем, что в недалеком будущем безопасный город будет распространяться на всю территорию страны и граждане в регионах, в отдаленных. Как они смогут оплачивать штрафы? Ну, я уже вам сказал. Кстати, я, оказывается, не сказал. Все банки и все кассы, крыгоспочтасы тоже принимают штрафы. Все банковские учреждения. Я думаю, проблем не будет с тем, что по приему штрафов. То есть в любых городах, в населенных пунктах имеются, сейчас будем говорить, почти все банки имеют свои филиалы. То есть даже если человек не обладает мобильным телефоном, смартфоном, не обладает выходом к интернету, он может оплатить штрафы традиционным способом? Да, да, да. Ну, придя в кассу, и может оплатить. Вся эта база синтегрирована. То есть они все владеют информацией, все банковские учреждения. Ахмед Юсубжанович, спасибо вам большое за ваши полные и компетентные ответы. Ну, мы продолжаем дальше. И далее мы по традиции остановимся на новых терминах, которые активно входят в нашу жизнь с внедрением цифровых и информационных технологий. Электронное правительство, пакет технологий и набор сопутствующих организационных мер, нормативно-правового обеспечения для организации цифрового взаимодействия между органами государственной власти, различных ветвей власти, гражданами, организациями и другими субъектами экономики, предполагает эффективный способ предоставления информации о деятельности органов государственной власти, оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально используются возможности, предоставляемые информационными технологиями, мобильными технологиями и сетью интернет. Электронный образ бумажного документа. Информация в электронной форме, представляющая собой сканированный или фотографический образ документа на бумажном носителе, преобразованный с помощью технических средств в электронную форму, как единое целое, без внесения изменений в содержание сканируемого документа на бумажном носителе. Электронная подпись. Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме и логически связана с ней, и которая используется для определения лица, от имени которого подписана информация. На этом наша передача подходит к концу. Напомню, что сегодня мы разобрали штрафы за нарушение ПДД, а именно как их можно оплатить. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на программе Санари Полипе. Санари Полипе